Северный Янгтон является вымышленным штатом США в игре GTA V во вселенной HD. Впервые он был показан в миссиях про лох и зарыт топор войны. Об этом штате мало что известно. Известно лишь то, что он расположен на среднем западе и основан на реальном штате Северная Дакота. Также там находится небольшой город Людендорф, который скорее всего был основан либо на городе Бисмарк, либо на городе Фарго. Чтобы вы понимали, реальные города Бисмарк и Фарго находятся в том же штате, Северная Дакота. Штат достаточно интересный, как и сам город Людендорф, но есть одна проблема. Досконально изучить его не получится, так как Северный Янгтон не рассчитан на свободное перемещение игрока, как было в случае с Либерти Сити в GTA San Andreas. Он там тоже появляется только в одной из миссий. Северный Янгтон из GTA V, как и Либерти Сити в San Andreas, дает хорошее представление о снеге из всех игр GTA. Да и вообще, GTA V это единственная игра во вселенной HD, где впервые был показан снег. Полиция Северного Янгтона основана на полиции Мидоры, штата Северная Дакота. Номерные знаки. На них в 2004 году можно было увидеть красную полосу в верхней части номера и надпись «Янгтон» на английском. Написана данная надпись белым текстом, и чтобы вы понимали, эти номера были основаны на номерах Южной Дакоты, примерно 2001-2006 года. Языковая ситуация здесь следующая. В штате разговаривают на немецком и на английском языке, однако самым распространенным вариантом считается именно английский. Что касаемо пасхалок, они здесь есть. Под мостом железной дорогой, которая пересекает бульвар Кевалри в замерзшей реке, находится заледенелый пришелец. А бульвар Кевалри — это дорога с двусторонним движением, расположенная в городе Людендорф. И это единственная в штате дорога, которая имеет название. В Северном Янгтоне также невозможно сломать какие-либо объекты вроде фонарных столбов, или мусорных баков, или же просто взаимодействовать каким-либо иным образом с ними. Потому что, как я уже говорил в начале, данная местность на свободное перемещение игрока не рассчитана, вне заданий. Даже во время миссии нельзя будет изучить данный город, так как если вы это сделаете, миссия будет провальна. Что касаемо внутриигровых карт. В играх серии эти самые внутриигровые карты миров обычно сориентированы таким образом, что Север находится строго сверху, однако карта Северного Янгтона является исключением. Если персонажа поставить лицом к Северу, то на карте в меню паузы, указывающей его расположение, стрелка будет направлена строго вниз с небольшим поворотом к левому краю карты. Вот как-то так. Вот и вся информация об этом штате. Что же касается города Людендорф. Это небольшой городок в штате Северный Янгтон, основанный в далеком 1945 году. Появляется в тех же двух миссиях – Провог и Зарыть топор войны. Предположительно, основан на восточной части города Фарга, который является крупнейшим городом Северной Дакоты. Название Людендорф может быть также пародией на город Бисмарк, потому что Людендорф – это фамилия немецкого генерала в Первую мировую войну, а Бисмарк – это фамилия канцлера Германской империи в 19 веке. Как я уже говорил, Людендорф был основан в далеком 1945 году и до сих пор сохраняет некоторые особенности архитектуры того времени. Что касаемо исследования города, его практически невозможно исследовать, как и весь штат. Правда, есть одно дно – до обновления GTA Online 1.10 игроки в полной мере могли изучить город, однако впоследствии это было исправлено. Конечно, если поставить какой-нибудь мод на Людендорф, то разумеется, там его можно будет подробно изучить, но все равно это не то, согласитесь. Из известных мест есть Бульвар Кэвлари, про который я уже говорил. Известными жителями города являются Билл Петти и Эдди Джойнер, а бизнеса в городе около 15 штук. Вот и, в принципе, все. Небольшая информация про Людендорф и про сам штат Северный Янгтон. Надеюсь, вам понравилось, потому что на канале роликов вообще не было почти 3 месяца, а мне хоть что-то нужно было сделать. Все, всем удачи, всем пока, спасибо за внимание, подписывайтесь на группу во Вконтакте, ссылка будет в описании, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok